Доброе утро всем зрителям 9 канала. С вами Артур Терещенко и моя гостья, которая поможет создать правильное, здоровое настроение на весь день, а возможно кому-то поможет гармонизироваться и на весь год. Наталья Родина, психолог, парапсихолог, биоэнерготерапевт, член-корреспондент Академии технологических наук Украины, руководитель Центра развития личности при Академии технологических наук Украины. Иными словами, знаток тонких энергий человека. Вот об этом в частности и поговорим сегодня по просьбам телезрителей. Доброе утро. Доброе утро. Современное представление о тонких энергиях человека. Достаточно громкое название. Ну что за этим кроется? Изучение природы человека, изучение тонких полей, изучение устройства космоса, жизни человека, устройства планеты и всего того, что существует на планете. Тонкая энергия — это то невидимое, невидимая структура, невидимое вещество, субстанция, которая создаёт всё проявленное состояние и пространство. Ведь сейчас учёные уделяют этому очень много времени. И они говорят о том, что всё состоит из тонких вибраций. И эти вибрации человек сам генерирует внутри себя. Вот мы думаем, мы чувствуем, мы любим, ненавидим, принимаем, отвергаем. Это всё и есть тонкие вибрации. Мы излучаем это поле, это состояние. И уже существуют приборы, которые измеряют эти излучения. И то, что мы излучаем, этим мы создаём мир, формируем свою реальность, свою жизнь. Тонкие энергии — это космос, это торсионные поля, из которых, в принципе, всё состоит. Торсионные поля вмещают в себя так называемые частицы, квантовые частицы, которые, в свою очередь, состоят из спинов. А вот спин — это частица информации о чём-то. То есть это такая объёмная структура, которая объясняет на тонком невидимом уровне всё устройство и даже нас с вами. Если говорить о сознании и подсознании, что первично? Нельзя сказать, что первично. Оно едино. Друзья мои, существует одна единая структура — это сознание. Но вот сознание вмещает в себя разные уровни. Высший уровень, и люди называют его сверхсознательный уровень мышления, и низший уровень, который включает и удерживает в себе весь прошлый опыт человека. Его называют подсознанием. В человеческом внутреннем состоянии состояние сознания работает ежемгновенно, ежесекундно. Ну а вот структуры, нижнее или высшее, включаются в тот момент, которому человек непосредственно принадлежит. Если он любит, если он чувствует и изливает эмоции любви, он на высшем уровне. Потом он вернулся к вчерашнему дню, начинает вспоминать, что у него прокис борщ, и пришлось его выбросить. Он тут же в подсознании и уже чувство разрушения. Из подсознания, друзья мои, ваш подсознательный уровень мышления фиксирует всё происходящее в вашей жизни. И учёными доказано, человек проживает свою жизнь в большей степени на 95-98% своей жизни всё-таки подсознательно. У людей отсутствует осознанность, отсутствует серьёзное отношение к жизни и понимание. Поэтому люди по привычке, по старой привычке, всё-таки считывают информацию из подсознания. Ваши мысли, ваши спонтанные чувства — это всё подсознательный уровень мышления. Вообще-то очень серьёзная структура изучения, и я изучаю эту структуру и внедряю эту структуру в своей практике. Я думаю, стоит как раз и сказать о том, что в это воскресенье 22 января в 11 часов пройдёт открытый семинар развития и контроль возможностей именно сознания. Вход свободный, то есть бесплатный. Адрес город Днепр, Троицкая, 21 Г. Бывшая улица Красная, торгово-спортивный комплекс «Новый металлург». Центральный вход, третий этаж, конференц-зал, телефон для справок 050-315-10-06. Он обязательно ещё появится не единожды во время нашего с вами общения. Но всё-таки вы обучаете развитию контроля возможностей сознания, а не подсознания. Да, друзья мои, но и существует сознание, которое включает в себя аспекты подсознания и сверхсознания. Но одна единая структура существует, которая пронизывает своими информационными частицами весь космос. И эта структура и называется состоянием сознания. Сознанием наделено всё, нет неживого. Вот этот стол имеет сознание людей, частиц, которые были заложены при создании этого столика. Камера, в которую я сейчас смотрю, она также имеет сознание. Человека, который её создавал, и также человека, который с ней работает. Всё имеет сознание, друзья мои. Всё состоит из сознания. А вот существуют разные уровни и параметры этого сознания, к которому вы так стремитесь, которое вы так хотите научиться открыть, а самое главное — научиться управлять этим процессом и жить на уровне осознанного состояния. Готовясь к нашей своей встрече, в одном из интернет-изданий прочитал достаточно интересную такую фразу «Мир клеточного государства человека». Возможно, это не по адресу, но мне кажется, что это в какой-то степени связано с биоэнерготерапевтами. Да, друзья мои, это как раз по адресу. И в своей работе я в первую очередь изучаю это направление, потому что каждая клетка, она как раз и наделена сознанием, она наделена сверхсознанием. Ведь все люди, они на клеточном уровне владеют сверхспособностями, телепатией, телепортацией. Учёным доказано уже, что каждая клетка человеческая, она считывает информацию из своих других клеток и передаёт информацию. Хотя каждый орган имеет свои клетки, свою структуру, свою природу, но все эти клетки взаимодействуют друг с другом и обмениваются информацией. Клетки — это и вообще ваш организм, внутреннее состояние ваших органов, называется микрокосмосом. И действительно, друзья мои, настолько величайшие способности вашего организма присутствуют внутри каждого из вас. И задача человека в процессе эволюции — открывать своё внутреннее состояние, открыть свои внутренние сверхспособности. Но не только открыть, а научиться этим управлять. Вот в этом случае вы можете управлять и собой, а значит, и своей жизнью. Это очень важный аспект. Нельзя его разделять. Надо изучить себя, настроить себя, углубиться в себя, разобраться в себе, а потом уже вы можете управлять и процессами жизни. Я зачастую вижу, что люди живут бессознательные жизни. Они делают и не думают, зачем они это делают. Потом у них болят ноги, у них опухают колени, они имеют кучу проблем, ломаются у них машины и так далее, и так далее, и так далее. Почему человек идёт неправильным путём? Он всё дальше и дальше погружается в свою пропасть и свершает разнообразные проступки, за которые всё-таки ему придётся отвечать и расплачиваться. Друзья мои, хотите — верьте, хотите — нет. Но мы с вами все несём ответственность за каждую мысль, за каждое сказанное нами слово и за каждое совершённое нами действие. Помните всегда об этом. Как вы прокомментируете или как отнесётесь к такой фразе «Родиться здоровым — это лотерея, а вот прожить жизнь здоровым — это искусство»? Наверное, я могла бы сказать, что прожить здоровую жизнь — это значит прожить правильную жизнь. Ведь любая болезнь, любой сбой в организме, он говорит нам о том, что мы допускаем ошибки в жизни. Что-то мы в жизни делаем не так. И наши тонкие тела, наши тонкие пространства, они начинают взаимодействовать с нашими органами, и идёт поражение органов. К примеру, если человек живёт неправильную жизнь, вот говорят, идёт не по правильному пути, не по пути эволюции, а деградации, несёт разрушение другим людям, у этого человека обязательно болеют ноги. Если вы видите людей, у которых болеют ноги, они не выполняют свою земную задачу, они ушли со своего пути. А всё-таки идти и лежать — это разные вещи. Когда ты идёшь, когда ты целостный, когда ты выполняешь задачи, и когда ты вынужден быть при ком-то, потому что ты уже сам себе не принадлежишь, ты зависишь от кого-то. Друзья мои, всегда обращайте внимание на свои заболевания. И знайте, любое заболевание — это показатель. Для того, чтобы прожить жизнь целостно, безболезненно, нужно жить честные, чистые жизни. Нужно не обманывать людей, нужно не хитрить, нужно не использовать людей, а наоборот, нести добро, свет, любовь людям. Тогда всё это будет возвращаться вам, и вы будете всё иметь в жизни. Вы не будете лишены чего-то. Наоборот, вы будете иметь величайшую награду в жизни и богатство, и здоровье, и радость, и успех. Поверьте, друзья мои, всё это уже дано вам. Вы просто раньше этого не выбирали. Многие люди из-за своей слабости, хитрости, страхов выбирают порочные поступки, но они забывают о том, что нам приходится потом за них очень жестоко и жёстко расплачиваться. Парадоксы времени или параллельные миры равно? Или знак вопроса? Знак вопроса. Знак вопроса. Если говорить о времени, то в зависимости на каком уровне, в каком параллельном, как вы говорите, пространстве находится субстанция или находится вещество, или находится душа или же сам человек, его тонкие тела, от этого и зависит процесс, скажем так, устройства этих миров и проистекания времени. К примеру, если мы возьмём с вами шестое измерение этой планеты, существует семь измерений, семь тонких пространств, то мы видим с вами, что там время намного быстрее идёт, нежели здесь на Земле. И доказательством этому служат наши сны, когда мы во сне засыпаем на 2-3 минуты в жизни на физическом уровне, а там целая жизнь пробегает. То есть это говорится о том, что там более ускоренный процесс. За счёт чего? В шестом, скажем, измерении, в седьмом измерении время меняется. За счёт ускорения движения частиц, из которых состоят эти параллельные миры. Ведь там же тоже есть частицы, там тоже есть проявленное состояние. И то, что вы этого не видите сейчас, так это вы просто не имеете в себе такой способности. Наработав сверхсознательный уровень видения, люди могут видеть. Человек-то видит мир только на 8%, а это совсем ничего. Он даже в этом мире не видит всего того, что происходит. Сколько промежуточных созданий живёт в этом мире? Но их могут видеть только боковым зрением. Друзья мои, очень много тайн, очень много всего-всего-всего, что вам нужно ещё узнать. И всё это имеет объяснение, логическое объяснение. Поэтому нужно учиться. В это воскресенье пройдёт ваш семинар. Он бесплатный, вход свободный, развитие и контроль возможностей сознания в городе Днепр. Троицкая, 21Г. Телефон сейчас для записей наши телезрители видят. Ну, наверняка они, многие из них захотят задать вопрос от моего имени. Кто может у вас учиться? Могут учиться. Я вот наблюдаю по своему опыту люди, которые в первую очередь владеют добротой. Если приходят эгоисты, злые, злючие, с нарушенной психикой и неправильным восприятием, им дорога к нам закрыта. Это невозможно. Они не могут с собой даже на семинаре владеть. Знаете, их как что-то, какая-то вот такая разрушительная энергия подкручивает. Ну, конечно же, это люди, у которых разрушена психика и эгоизм, и страхи которых уже завёл человека в очень большие дебри жизненные и трудности. Друзья мои, вот таким людям, конечно же, путь закрыт к нам. К нам люди приходят учиться, те, у которых есть вопросы, задатки к развитию, желание развивать себя и нести пользу миру. Люди, которые занимаются направлением изучения тонких энергий, изучения человека, изучения жизни в этом мире, изучения космоса. Люди, которые хотят открыть тайны, истину, которая была закрыта миллионы лет на этой планете. Так вот, эти люди, они приходят к нам на занятия, и мы продолжаем свою работу. Друзья мои, хочу обратиться к вам с просьбой. «Приходите те, у которых в сердцах живёт любовь». А всем остальным знанием, пониманием и осознанием я смогу вас наделить в процессе нашей с вами работы. После нашего последнего эфира позвонила одна из телезрительниц, которая рассказала, что смотрит вас и в рамках девятого канала, и ходит к вам на семинары, и фраза звучала достаточно интересная, что учиться она не решается, но ходит к вам как на исправить. Вот для вас это комплимент? Ну, нет, конечно, не комплимент это для меня, друзья мои. Конечно же, это люди, которые, вот они и видят, это вкусные, это хорошие, но попробовать не могут. Да, они наполняются энергией, то есть придя в зал, человек уже получает мой энергетический заряд. Даже сейчас, когда вы смотрите эту передачу, вы получаете мой энергетический заряд. Но этого ведь мало. Ну вот, вот он этот заряд. А потом другая передача, и заряда уже нет. И вы остались наедине с собой. Поэтому, друзья мои, когда вы сами обучаетесь всему, вы становитесь независимыми от меня и от моей энергии. Вы сами генерируете этот свет и эту внутреннюю чистоту. И это дорогого стоит. Это стоит жизни самой, вашей жизни. И когда вы учитесь, вот только тогда будут долгие результаты, вечные результаты. А пока вы пришли, послушали, хорошо, каждый раз новая тема, по-новому рассказываю, каждый раз вы услышите новое и полезное, но этого мало. Я не могу сказать на семинаре и открыть на семинаре те тайны, которые я открываю только для своих учащихся. Это невозможно, друзья мои. Первое, не все готовы это слышать, не все достойны это слышать и не всем это надо, уж тем более. Поэтому и существует определенный предварительный, скажем, такой подход к каждому человеку, где я определяю, готов человек идти со мной работать, возьму я его в работу или же он не готов. Поэтому семинары это общая информация, где я в общем даю информацию ту, которую могут слышать все, а вот на курсах только избранные. Я думаю, что если нас эта телезрительница смотрит и сейчас, то, наверное, она сделает шаг вперед. Ну и пожелания для всех, кто нас смотрит. Дорогие друзья, это уже наша завершающая передача. Я уже уеду очень скоро, последнюю неделю работаю в вашем городе. И хочу вам, чтобы вы, живя в вашем прекрасном городе, всегда старались, вот это время отсутствия моё, всегда старались развиваться, не останавливаться, познавать жизнь, познавать опыт, который вам дарует жизнь, стараться понять каждое прожитое мгновение жизни, стараться самому, самой сформировать это мгновение жизни, стараться не злиться, не обижаться, не проклинать, а принимать и прощать, и понимать, для чего же вам дана эта ситуация, что вам нужно осознать, понять, какие выводы нужно сделать. Поэтому я желаю вам осознанности, которая будет сопровождаться внутренней любовью. Спасибо, что нашли возможности, оказались у нас в студии, ну а нашим телезрителям хочу сказать, что увидеть Наталью Владимировну можно будет в это воскресенье 22 января в 11 часов утра. Пройдет открытый семинар развития и контроль возможностей сознания, вход свободный, то есть бесплатный, адрес. Город Днепр, улица Троицкая, 21 Г, бывшая улица Красная, ТСК Новый Металлург, центральный вход, третий этаж, конференц-зал, телефон для справок 050 315 10 06. Спасибо, что были с девятым каналом. Берегите себя и до встречи в понедельник вечером.